Всем привет! И мы продолжаем игру Бэмастер. И вот за этого замечательного героя Тора проголосовало сегодня 4 подписчика. Поэтому, друзья, беру в начале этого героя. И сегодня наш Тор будет играть против рок-певца. Ну что же, это будет интересный, забавный бой между игроками Холм. Но ничего страшного, я думаю, мы справимся. Итак, как я говорил, за этого героя проголосовали 4 подписчика. Это подписчик с ником Тортик Лоло. Влад Тужилкин, Школьницы Рады и Мистер Вадик ТВ. Кроме того, друзья, в начале видео хочу передать привет всем нашим подписчикам и зрителям. Кроме того, особый привет от героев Бэмастера и от меня лично подписчику с ником Ярик Шоу, Андрею Платухину, подписчикам Школьницы Рады и Ивану Аниськину. Ну что же, друзья, давайте-ка сразимся и посмотрим, что из этого получится. Итак, давайте-ка я возьму угол атаки 35 метров, не очень большое расстояние. Давайте-ка я возьму градусов 16 и посмотрим, что из этого получится. Итак, слишком, слишком сильный удар вот проходит над головой вот этот. Ой-ой-ой, а рок-певец не промахнулся. Этот рокер из-за дел нашего героя. Итак, я вижу, нужно будет бросать вот наш молот по навесной дуге. Есть у нашего молота прикольная фишка, я его могу к низу направлять. Но давайте-ка я пока вот уменьшу силу атаки, пусть это будет градус, сила процентов 90, а угол атаки 20 градусов. Вот так, мне кажется, тогда мы сможем попасть. Ну что же, и попробуй применить суперспособность. Вот так, да-да-да-да-да-да, ну вот, здорово, удалось задеть. Хотя, вот видите, слишком высоко я бросил, но благодаря способности нашего Тора, ох-ох-ох-ох, как досталось нашему Тору, очень неприятный момент, друзья, очень неприятный. Итак, давайте-ка я не понижу угол атаки. Вот хочу все же попасть и здорово нанести урон. Итак, это пусть будет градусов 15, силу я немножко уменьшу, вот так, вот, 90, вот, 90 процентов пусть будет сила. И угол атаки понизим, пусть это будет градусов, вот, 16, либо 15, пусть будет 16 градусов. И вот так, да-да-да-да, ох, как здорово, удалось поджарить этого рук певца. Вот только я надеюсь, что сейчас он промахнется и не попадет в нашего героя. И попадает в Редина, попадает в нашего героя, но здорово, что у нашего есть фишка, и мы можем его спасти. Вот, тем не менее, расслабляться не стоит. Давайте-ка я все же попытаюсь его добить, вот, при помощи нашего Тора. Вот, очень непростой оказался герой этот рук певец, этот рокер. Вот, акустический топор у него, у нашего героя, вот, молот Тора. Но он здорово вот так наносит урон. И да, да-да-да, ну вот, ничего себе, не добили, не добили. Я уже был уверен, что это победа. И вот видите, дно, а он промахнулся. И топор пролетел над горловой у нашего Тора. Ну, как-то вот так. Ну, что же, попытаюсь, друзья, я его сейчас добить. Давайте-ка силу уменьшу, вот, градусов на 80. Вот, и угол атаки тоже будет небольшой. Давайте-ка, вот, возьмем где-то, где-то градусов 14. Вот так. И давайте-ка, да, вот так, да-да-да. Ну, вот, кажется, мы его добили. Вот такая вот непростая победа, тем не менее. Итак, давайте-ка я попробую его добить. Вот, у силу возьмем вообще 80%. Вот, и угол атаки градусов 15-16 будет. Ну, как-то вот так. И вот применяем. Да-да-да, вот так, здорово. Вот при помощи суперудара нашего Тора удалось привести его в действие и просто сжечь пыль этого рок-певца. Либо рокера. Вот кто из подписчиков как называет. Ну, что же, непростая победа, друзья. Хотелось бы лучше, но как-то получилось как-то вот так. Ну, что же, неплохо, друзья. А следующий герой, за которого проголосовали наши подписчики, это Бомж. За него проголосовало трое подписчиков. Давайте-ка сразу же выберу этого героя. Вот, самый сильный герой Б-мастера. У него в мусорном бачке находится все оружие наших супергероев. Ну, что же, итак, за Бомжа проголосовал Андрей Платухин, Иван Мухин и Кирилл Салов. Ну, что же, друзья, давайте-ка сразимся и посмотрим, что же из этого получится. И да, против нашего Бомжа будет играть вот этот забавный Китаец. Ну, попробую я его накрыть вот мусорным бачком. Довольно-таки приличное расстояние, правда, по прямой. Поэтому, друзья, давайте-ка я выберу угол атаки градусов 18. Ну, надеюсь, этого... Пусть будет 17. Надеюсь, этого хватит. И так, вот мало-мало-мало, друзья, оказалось. Вот чувствовал, что нужно 20 градусов. Возможно, и 20 градусов было бы мало, но пока как-то вот так. Ну, правда, Китаец тоже промахнулся. Итак, давайте-ка возьму 20 градусов. Даже пусть будет это 22, либо 23. Вот так. Итак, метаем, метаем, метаем. И опять мало, мало-мало-мало, к сожалению, к сожалению. Что-то никак не могу пристреляться сегодня. То ли из-за того, что несколько дней не играл вот эту замечательную игру. Ну, возможно, как-то так. Итак, еще поднимаю угол атаки. Итак, пусть будет 27 градусов, сила 100%. И да, ну что такое, друзья. Опять не могу я добросить до этого забавного китайца. Ну что же, выбираем 30 градусов угол атаки. Вот никак не смог я пристреляться сегодня. Ну, надеюсь, это уже 100% попадем. И да, 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 да. Вот так здорово поджарили вот этого забавного китайца. 30 градусов оказалось оптимальное расстояние. Но, опять же, благодаря вот тому, что в мусорной козельце оказался осьминог. Поэтому, друзья, давайте-ка я еще подниму угол атаки. Пусть это будет 33 градуса. И да, вот так здорово мы добиваем этого забавного китайца. Вот немного как-то неудачно мы начали с бомжой. Тем не менее, хорошая победа. Итак, 33 градуса. Даже, давайте-ка, пусть будет 34. И наш мусорный бак должен здорово попасть. Ну, вот так здорово удалось его. Ого-го-го, бедный, бедный китайц. И остались от него только след в шляпе. Ну, как-то вот так. Ну что же, отличнейшая победа. Вот здорово удалось с вами сразиться. Ну что же, очень-очень даже неплохо. Вот. А следующий герой, за которого проголосовали, это домохозяйка. Вот за этого героя проголосовал Данил Котельницкий. Проголосовал два раза в прошлом и позапрошлом видео. Поэтому, друзья, я засчитал за два голоса. Итак, где же эта домохозяйка? Вот она. Очень забавная тетенька. Очень мощные у нее оружие арбузы. Вот. Я считаю, что по силе оно равнозначно бомжу. Ну, немножко уступает. Но очень-очень сильный оружие арбуз. Очень здорово наносит урон. Ну, возможно, немножко послабее, чем у бомжа. Вот. У меня на канале есть видео. Где-то 3 или 4 видео. Где бомж с одного раза выносил гелрой. Но, к сожалению, в турнире почему-то не удалось это сделать. Итак, давайте-ка я выберу угол атаки. Градусов 25. Сила 100%. И вот над головой. Над головой просвистело у розового робота. Буквально на 1 или на 2 градуса. Нужно... Ох-ох-ох. Вредина. Что делает? Зацепил. Зацепил нашу тетеньку. Нашу домохозяйку. Но мы, по-моему, уже, друзья, пристрелялись. Итак, давайте-ка я возьму на всякий случай ниже. Пусть этот будет 22 градуса. Угол атаки. Сила 100%. И, да, великолепнейшее попадание. Вот большую часть удалось нам забрать. Но, честно говоря, я рассчитывал, что более серьезный будет урон. Но, возможно, из-за того, что не в голову попали, а в корпус. Если бы в голову урон, я считаю, был бы позначительнее. Ну, пока как-то так. Давайте-ка я выберу 25 градусов угол атаки. Сила 100%. И вот над головой. Над головой. Опять же, нужно на 1 градус уменьшить. Либо на 2. Ух, как здорово. Попал своим лазерным мечом. Вот сейчас мы отомстим. Итак, пусть будет 23 градуса угол атаки. Сила 100%. И, да, опять же, великолепнейшее попадание в корпус. Ну, вот такая вот классная победа. Ну, что же, что же. Итак, давайте-ка я 24 градуса угол атаки. Даже пусть будет 25. И, да, ох, ничего себе. Вы видели, какой взрыв. Я просто в шоке. Вот так здорово. Арбуз просто-просто разбил этого робота на части. Вот получилось из него месиво. Это было жутковато, но прикольно, забавно и интересно. Вот супер, просто-просто великолепнейшая победа. Вот это было довольно-таки зрелищно и прикольно. Ну, что же, друзья, супер. И следующий герой, за которого проголосовали наши подписчики, это Король Осьминогов. Вот, кстати, друзья, я хочу с вот этим героем где-то снять видео. Турнир прохождения на Золотой Кубок. Вот кто-то из подписчиков мне попросил. И мне кажется, очень классная идея. Вот, очень нравится мне этот Король Осьминогов. Вот, причем, вот видите, у него Корона. Вот, будет играть против девушки-геймера. И вот Золотой Кубок плюс Золотая Корона, мне кажется, это должно сочетаться. Ну, то есть, напишите в отзывах, комментариях, хороша ли идея, либо вот ваших героев, с какими вы хотите, чтобы я дальше сражаться. Итак, давайте-ка, 40 метров девушки-геймерши. Вот, давайте-ка я на всякий случай вот так брошу 18 градусов угол атаки, сила 100%. И вот, ну как-то, вот, ну неудачно. Вот видите, проскользнули вот эти медузы возле девушки. Ну, как-то вот так. Ну, что же, я скажу. Давайте-ка мы увеличим угол атаки. Пусть это будет 22 градуса. Вот, сила 100%. Я надеюсь, что попадем. Да, ох, какое классное попадание в голову. И вот так здорово поджарили вот эту геймершу. Правда, урон оказался ниже, чем я рассчитывал. Вот, как правило, урон очень-очень сильный от прямого попадания. Но почему-то сейчас оказался меньше. Итак, давайте-ка я возьму 21 градус. И да, 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 да. Вот, видели, в корпус попал намного выше урон, чем в голову. Почему-то вот так у короля осьминогов. Ну, что же, вот метала девушка и промазала. Ну, а мы, конечно же, победим, потому что мы уже пристрелялись. И великолепнейшие попадания. Поджариваем и победа. Ну, что же, очень-очень даже неплохо. Подают нам фаталики. Даже вот немножко жаль эту девушку. Но, тем не менее, это игра и это победа. Метаем нашу медузу. И вот так здорово поджариваем при помощи электричества. И вот просто сгорает в прах. Ну, что же, это было здорово. Это было здорово. Это было прикольно. Вот, это было замечательно. Ну, вот, немножко жаль. Но это всего лишь игра. Поэтому как-то вот так. Ну, что же, супер, друзья. И следующий герой, за которого проголосовали наши подписчики. Это уже... Вот, да, наверное, друзья, я не сказал, что за короля осьминога проголосовал Иван Аниськин. Причем проголосовал два видео подряд. Поэтому, опять же, я засчитал за два голоса и мне очереди. А дальше у меня идут герои по очереди. И это вот Акула. Вот следующий герой Акула. Вот, кстати, один из классных героев. С ним и с этим героем у меня есть видео. Вот, на золотой кубок. Опять же, просили подписчики. Довольно-таки здорово там Акула ведет. И удается ей взять золотой кубок. И за Акулу у нас проголосовал подписчик с ником Данил Андреев. Ну, что же, Данил, давайте-ка сразим и посмотрим, что... И да, против Акулы будет играть розовый робот. Очень непростой бой будет. Вот, хотя между ними небольшое расстояние, 32 метра, находится на калме. Поэтому, мне кажется, 20 градусов... Вот, нет, мне кажется, много. Давайте-ка возьму 18, даже 17. Вот так, сила 100%. И вот попадаю. Но, вот, немножко, друзья, все же не надо было опускать. Нужно было все же брать либо 18, либо 20 градусов. Мне кажется, было бы попадание. И задевает вредина. Задевает нашу Акулу. Но мы уже пристрелялись. Поэтому, друзья, я беру 21 градус... Нет, пусть будет 20 градусов. Нет, его отбросило назад. Все же, пусть будет 21 градус. Сила 100%. И да, великолепнейшие попадания в корпус. Отлично. Нужно будет еще на градус поднять. И тогда будет попадание в голову. Вот, промахивается. Промахивается розовый робот. А наша Акула, я думаю, не промахнется. Итак, 22 градуса угол атаки. Сила 100%. И это победа. Нет, еще капелька жизни осталась. Капелька жизни еще осталась у этого розового робота. И задевает вредина нашу Акулу. Ну что же, месть наша будет жестока. 24 градуса. Мне кажется, этого достаточно. Сила 100%. И да. Да, да, да. Удалось. Хотя, вот это было опасно. Чуть-чуть. Еще бы чуть-чуть. И мы бы промахнулись. Ну что же, дают нам фаталике фатальный удар. Давайте-ка я еще немножко подниму. Пусть это будет 27, даже 28 градусов. Сила 100%. И да. Да, да, да. И вот такой должен быть последователь взрыв. Да, ох, ничего себе. Я просто в шоке. Разметало в разные стороны. Осталась только голова. А остальной, вот, корпус, остальное тело просто разорвало. Ну, я думаю, это давление нашей Акулы. Все же она морской житель. Как-то вот так. Ну что же, супер, друзья. Следующий герой, это уже у нас будет финалист. Но прежде чем приступить к последнему герою, для меня очень важны ваши голоса. Поэтому пишите в отзывах, комментариях, с каким вы героем хотите, чтобы я сразился в следующем видео. И я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариях. Вот двойные просьбы и тройные проходят вверх. А вот дальше, если одиночные, они уже идут просто по очереди. Ну что же, первый герой, это Робин Гуд с оружием стрела. Дальше, склес в скафандре с оружием флаг копье. Вот, боевик Арнольд с топором. Спортсмен с копьем. Девушка геймер с геймпадом. Вот, дальше идет вот такой забавный картежник, взрывающимся картами. Китаец с петардой-ракетой. Плохая девочка, она же Херли Квинн с гранатой. Дровосек с бензопилой. Девушка-авиатор с пропеллером. Вот, Дед Мороз с снежным комком. Тор с магическим молотом. Вот, Ледяной Владыка с копьем. Вот, этот рокер, либо рок-певец с акустическим топором. Нека, она же девушка аниме с Кунаи. Вот, кстати, классное оружие, разделяется на три части. Бомб с мусс-шацерным бачком. Сегодня вы его видели. Вот, акула с трезубцем. Анонимус с табличкой копьем. Розовый робот с огненными мечами. Вернее, один огненный меч. Вот, демон. Вот, есть такой вот тыквоголовый. Вот, тыквенный демон. Но мы называем его тыквоголовый с демонской лопатой. Очень классный герой. Дальше идет Мастер с кислотой. Кореец с радужным единорогом. Спартаковец Леонид с копьем. Мим с багетом. Футболист Майк с огненным мечом. Доктор Рик со шприцом. Фернандо с черепашкой. Вот, забавный герой Джим Скаут с зажженным зефиром на палке. И инопланетянин со световой гранатой. Очень прикольный герой Ю. Некоторые называют его Готом. Вот, здорово. Забавный супергерой в зеленом комбинезоне. Который метает CD-диски. Король осьминогов. Но сегодня вы его видели. Дэдпул с катанами. Еще вот Олдмен с рыбой. То есть рыбак его называют. Вот, здорово. Дальше идет у нас Хипстер с взрывающимися телефонами. Эль с магической стрелой. Вампир с деревянным колом. Вот он. Отлично. Еще есть любовный полицейский со стрелами Купидона. Вот такая вот забавная Бетти Дагма хозяйка. Сегодня вы ее видели. Вот еще симпатичная девушка Пенни. Вот со щенком. И бабушка кошатница Барбара. Ну, как-то вот так. Итак, друзья. Последний герой нашей игры это Робин Гуд. Из-за этого забавного героя. Вот проголосовал Валерия Добровольская. Ну, что же, Валерия. Идем тебе навстречу. Пришла очередь твоего героя. И против Робин Гуда будет играть футболист Майк. У Майка огненный мяч. А у нашего Робин Гуда обычная стрела. Ну, ничего страшного, что обычная стрела все равно очень классный герой. И здорово наносит повреждения. Итак, находится немножко в яме. Поэтому давайте-ка я, друзья, возьму угол атаки. 8 градусов. И мало оказалось. Вот нужно было бить все же 10 градусов угол атаки. Ну, как-то вот так. Ой-ой-ой-ой. Какой классный удар. Как здорово попоймает. Вот нашего героя очень неприятно. Ну, попытаемся исправить ошибку. Вот. Давайте-ка я метну стрелу. Пусть это будет 12 градусов. Сила 100%. И да. Ох, какое классное попадание. Прямо вот в голову пробила стрела шлем. Ну, что же. Просто супер. Вот. Задели нашего героя. Давайте-ка я пока вот не буду ничего менять. Пусть будет те же 12 градусов. Вот. Сила 100%. И я надеюсь, что мы попадем в голову. Хотя, возможно, было бы лучше взять 13. Но я оставлю 12. И так. Ох, какое классное попадание. И это победа. Ну, вот так неожиданно удалось нашему вот лучнику Робин Гуду двумя стрелами победить. Ну, и дают еще вот одну стрелу для фаталики, фатального удара. И так. Давайте-ка я подниму на градус. И 13 градусов. Ох, как, как здорово. Удалось попасть опять же вот либо в шею, либо в голову. Ну, просто супер. Отличнейшая победа. Вот. На этом, друзья, сегодня мы уже с вами прощаемся. И так. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ожидайте новых серий. И, конечно же, друзья, пишите в отзывах комментарии. Вот с какими героями вы хотите, чтобы я сражался в следующем видео. И согласно ваших отзывов и комментариев, я, конечно же, буду снимать следующее видео. Ну, что же. На этом я пока прощаюсь с вами. Всем пока-пока. До новых встреч. А чтобы не пропустить ни одно видео, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья. До новых встреч.